так друзья всем привет сегодня видео про орхидеи из серии самых дорогих это друзья legato legato орхидеюшка которую мы четыре месяца назад вместе с вами цветущую срезали макушку ставили эту макушку на адаптацию с воздушными корнями и пересаживали потом значит сегодня у нас июль конец июля а в конце марта четыре месяца назад мы значит отсоединили эту макушечку цветущую спустя два месяца после отсоединения и нахождение в маховой консерве на консервации и адаптации это орхидеи мы ее в мае пересадили его друзья прошло два месяца июнь июль как выглядит сегодня это красоточка оба цветоноса продолжают еще дот дотягивать в цветение вот эти вот цветочки видите да то есть орхидея не сбросила ничего вот не ничего с ней не произошло именно поэтому некоторые говорят а вот чем кому нравится вот чем она так хороша это орхидея legato за что ее так любят коллекционер но тех кто любит что прямо аж готовы десятки тысяч рублей за нее отдавать именно да именно десятки тысяч рублей а именно друзья потому что во первых она орхидея очень неприхотливы и наверное одна из самых неубиваемых орхидей это раз во вторых она посмотреть какая она радужная красивая но эти цветы уже долго цветут да вот так вот сейчас возьму вот а те которые только только открываются они имеют такой радужный окрас эти цветочки очень красивый плюс еще тонкий аромат ванили у вообще орхидея просто космос и посмотрите в каком она сейчас состоянии мы ее пересадили в один из за наших придуманных грунтов заменителей серамису это кара с вулканическим циолитом на фитиль два месяца назад сейчас у нас еще раз повторяю июля два месяца назад мы уже адаптированную макушечку посадили вот в такой горшок значит и сегодня посмотрим как она себя чувствует это раз такой обзорчик и кое-какие процедуры мы проведем с еще одной легата которую я специально растил для того чтобы отсоединить макушку чтобы пень остался да в этом случае у нас здесь легатушка потеряла корни по моей безалаберности в первом варианте пня не осталось а вот здесь друзья я специально шел к тому чтобы был пень и чтобы на пне получить детку но это мы сейчас в конце друзья с вами и апчик рыжим пока что посмотрим вот такую красоту красота вообще неимоверная вот легата обалденная так но давайте сперва заценим первую нашу красотку что тут с ней у нас происходит вот мой мазька храпит под столом вот как заправский мужичок вот ну что посадка орхидеи понравилась единственное что у нас тут корешок один приказал долго жить один из воздушных да вот он видите его бы отсюда бы вытащить но он к сожалению у нас не знаю потянет за собой но хотя нет мы сейчас вы вытащим смотрите какая прелесть хопа и убрали его вот зато у нас тут куча новых новеньких смотрите уже орхидеи адаптировалась и с другой стороны вон они там в горшке орхидеи на фитиле это очень удобно сейчас летом смотрите какие почки на корнях прям раз купляются вот орхидеи в росте а новый лист тянет и при этом она еще цветет то есть но все удовольствия и растет растут корни и листья и цветет друзья продолжает цвести цветет она с прошлого года вот с прошлого года вот сейчас июль так вот вот как есть друзья так ну что убираем ее стороночку пока ставим сюда вот для образца и я вам хочу вот эту орхидею вторую показать в них две стандартных легата вот и еще четыре легата но уже больше но четыре взрослых еще четыре взрослых в мутационном цветении две взрослых в стандартном и четыре взрослых мутационном и еще три детки но про них пока еще рано рассказывать они пока что малыши еще не цвели так ну что что хочу я с этой орхидеи значит я хочу значит оставить как можно больше пень вот так и посмотреть где нам и как ее здесь макушку эту с какими корнями ее оставить иск а с какими корнями ее забрать это эту орхидея на днях показывал вам она начала желтеть лист да вот он отпал лист уже и я говорил что мы к этой орхидеи на днях вернемся ну вот собственно мы с вами и вернулись и вот я сейчас хочу оценить вместе с вами ситуацию где нам лучше всего сделать надрез и и получится ли сделать надрез так чтобы максимально этой орхидеи оставить пень так ну что я смотрю было бы идеально если бы мы срезали ее и оставили вот этот лист но так не бывает чтобы как говорится рубя лес не полетели щепки поэтому я сейчас так вот эту орхидею все-таки придется мне убрать подальше потому что сейчас у нас куча цветоносов вот этих в общем смотрите друзья мне бы хотелось знаете как вот этот лист наверное принесется в жертву вот этот хоть он не последний хочется оставить орхидею вот с этим листом вот ну вот с этим а чтобы сделать разрез нам нужно резать вот в этом месте где находится где находится вот этот лист вот либо резать прям по нему вот так вот над цветоносом вот здесь вообще конечно идеально в вместе цветоноса вот тут вот скальпелем вот сюда воткнуться и чтобы орхидея осталась вот с этими корнями вот с этими воздушными корнями а при этом она ушла вот на адаптацию вот с этой макушкой в общем друзья беру скальпель сегодня будет очень-очень такая знаете серьезная у нас процедура хирургическая будем орхидею не вообще в идеале если допустим нам не нужен пень ничего не надо мы вот здесь вот просто бабахнули бы и у тут и все но я хочу оставить пень да я хочу чтобы орхидея осталась с пнем и чтобы этот пень нам народил детку поэтому нам придется вот тут где цветонос делать надрез для этого я сейчас сниму цветонос сухой вот этот вот почему именно так друзья потому что пеньки это самый эффективный способ получения детки чем например цветоносы потому что для цветоносов нужны чтобы на цветоносы появились нужны более-менее специальные условия которые не всегда особенно летом можно обеспечить так ну что вообще конечно хорошо бы этот лист удалить вот но мы не будем мы будем максимально вот под этими под над этим листом над этим листом но вот под теми корнями в общем я втыкаю друзья вот сюда вот конечно я чувствую себя уверенно по причине того что у меня ни одна легата да вот поэтому вот я прям туда в глубь втыкаю чтобы отрезать основание мы все собственно вот я подрезал друзья сейчас я вам покажу вот видите запахло цветочным ароматом вот свежести вот он видите надрез я максимально вот он смотрите как я это сделал слабо нервным не смотреть вот так вот да у нас здесь остался и вот этот немножко надломленный лист да но зато смотрите какая красота осталась а у этой орхидеи у нас в жертву принесется вот этот листик но скорее всего еще и вот этот вот почему потому что мы слишком их сильно конечно срезали по вот так вот вот а теперь вот эту часть мы сейчас так и вот этот лист наверно берем мы но пока не будем ничего убирать пока не будем он вроде здесь заканчивается хорошо но вот эту часть мы сейчас смотрите с растущими корнями мы всю направим в кашпо вот какая какая прелесть у нас тут прям хорошо я вот сразу говорю что как минимум два листа орхидея в ближайшее время отсушит потому что вот этой корневой явно не хватает для вот этого количества этих как его скажите листвы вот поэтому она будет вытягивать вот из этих двух листиков питательные вещества для наращивания новой корневой системы поэтому придется возможно нам да невозможно точно я сейчас срежу вот этот уже окончательно цветонос один вот этот вот цветочек срежу возможно вот этот оставлю но лучше конечно срезать друзья вот чтобы орхидея не тратила силы на цветы тени потому что все таки мы я срезаю друзья срезаю вот по эту почку опа как говорится искусство требует жертв вот припудриваю корицей до зрелище вам такого мало кто покажет друзья но это работает вот это все работает друзья опа вот так вот пускай подсыхает прям вот сюда и и пускай подсыхает эта часть и теперь эту припудрим оба прям прям очень хорошо он так вот все и пускай это подсыхает все друзья а вот эту сейчас мы поместим в кашпо так вот я приготовил так и вот этими корешками сейчас мы ее закрутим да это как друзья у хирургов нельзя сделать правильно операцию не и что-то не разрезов вот не разрезав живую ткань тут без вариантов так ну вот так вот да мы сейчас ее сделаем и это у нас будет такая своеобразная даже не адаптация а наращивание новых корней в маховой консерве опа заранее вот этот способ максимально себя зарекомендовал я очень счастлив что нам такая идея пришла в голову в прошлом году а все друзья изобретение в мире они не специально изобретаются а изобретаются ну по какой-то причине что-то хотел сделать одно вот как помните я в прошлом году уезжал хотел просто сохранить корни вот у орхидеи поместил ее оказалось что это лучший способ не только сохранить корни но нарастить быстро новые вот пока что пока что как сказать продуктивность стопроцентная вот я говорил буквально недавно видео что нету способов да и средств которые на сто процентов ну делают то что должны делать да вот чего ждем точнее от них но пока вот здесь вот в этом понятно что мы еще не 100 орхидеи сделали чтобы понять процент процентность а там ну пару десятков я уже раз сделал и вот на пару десятков это дело все срабатывает так легато легато друзья я бирку и бирку маркер я не вижу маркер то что это легато нам подписать же да так легато стандарт ну и все водички немножко счастливо но сюда и пускай у нас орхидея наращивает кучу корней и адаптирует те что есть вот так вот сейчас на пару сантиметров все и конечно же закину сюда уголечек один он лишним не будет вот так все вот такая вот история получилась со 2 легато у нас вот она но здесь мы уже целенаправленно я ее на размножение запустил прямо специально вот да для того чтобы немножко подзаработать вот появившуюся деточку продать потом ну или пенек а может это это как говорится хочешь жить умей вертеться все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи следующих видео всем пока пока такая красота да мася вау да да да